Ёлка желаний исполняет детские мечты. Семилетняя Милена Чареватенко из Черкесской каждый год писала письма Деду Морозу. Утром она просыпалась, а подарки уже лежали под ёлкой. Но у неё всегда была особенная мечта, которую она таила глубоко в детском сердечке. И только в этом году она озвучила её на новогодней акции «Ёлка желаний», где глава республики Рашид Темрезов услышал заветную мечту Милены и дал обещание исполнить. О чём же мечтала маленькая девочка, узнавала Фатима Даурова. Для Милены Чареватенко чудо уже произошло. Много ли ребёнку нужно для счастья? Всего лишь исполнение новогоднего желания. Маленькая Милена, повесив открытку на новогоднюю ёлку, загадала посетить Тебюрзинский заповедник. И вот сейчас она ходит по территории заповедника и знакомится с животными. Мечта исполнилась. Так работник заповедника подзывает самого главного обитателя вольеров. В первый раз дотронуться до исполинского зубра и покормить его с рук Милене было чуть страшновато. Но чуткое сердце животного почувствовало, что эта маленькая девочка с распахнутыми глазками – ему друг. Они сразу же нашли общий язык. Для маленькой группы зрителей, состоящей из Милены и её бабушки Светланы Валентиновны, устроили персональную прогулку по всему парку. Главным гидом стал руководитель Тебюрзинского биосферного заповедника Алик Динаев. Грациозные лебеди и водоплавящие птицы встретили Милену красивым танцем на полузамёрзшей воде пруда. Но больше всего впечатлений у Милены вызвало знакомство с косолапым мишкой с грозной кличкой Тайсон. По фактуре он точно оправдывал своё имя. «Медведь обитает в городе Кавказа. На территории заповедника, по последнему учёту, более ста голов медведей. Медведей у нас много. Медведь любит кушать всё – травку, плоды. Вот он идет, сейчас будет морковку кушать». Милена с детской непосредственностью познавала всё новое. Она сама тянулась погладить животных, накормить их вкусной морковкой или яблочком. Ей уже не терпится поделиться впечатлениями со своими одноклассниками. После каникул у неё будет, что рассказать друзьям. О том, как погладила алтайскую белочку за хвост, накормила кроликов, посмотрела в глаза филину, ждала сурового кабана, пока он вылезет из своего домика. Загадывая желание, вы думали, что оно исполнится? Нет, не думали. Не думали, что так будет всё. Всё так получилось неожиданно очень, что нас так отправили навстречу и сюда нас отправили. Это неожиданно. Огромное спасибо, конечно, всем. Скажу, чтобы вам заповедники. Покажешь фотографии всем, да? Да. Расскажешь про всех зверюшек. Так думаешь, они позавидуют и захотят тоже сюда приехать? Да. На обратной дороге к выходу из заповедника Милену ждал ещё один сюрприз. Женщины, что продают местную экзотическую атрибутику на маленьком рынке, с самого утра ждали нашу героиню. Узнав, что гостей станет особенная девочка, каждая из них приготовила свой подарок для Милены. Посмотри. А ну поверну. Ой, какая красота. Мы тоже очень обрадовались, что такая девочка к нам приехала. Она рассказала, что она мечтала, хотя ей 7 лет, побывать в заповеднике, посмотреть зверюшек. Ну и, конечно, Рашид Борисбевич эту мечту, её воплотил в жизнь. Нам поручил. Мы очень рады, что мы показали. Она очень тоже обрадовалась, понравилась есть. Мы пригласили весь класс с её. После долгой прогулки и свежего морозного воздуха Тиберды, чашка горячего горного чая на травах оказалась так кстати. Работники заповедника приготовили вкусное угощение для маленькой гости. Тортик с символичной ёлочкой желания, похожий на ту, что исполнила детскую мечту. Пока Милену подчивали угощением и чаем, рядом с ней сидел её новый друг, подаренный директором заповедника Аликом Динаевым. Вы можете догадаться, какое имя девочка дала плюшевому товарищу. Да-да, Тайсон. И никак иначе. Именно с ним Милена отправилась на экскурсию, но уже другую. Внутри визит центра заповедника она познакомилась с богом охоты и хранителем леса старым мудрецом Апсаты. Прогулявшись по залам центра, Милена как маленькая и газа подбежала к игровому монитору. Настоящая детская мечта, воплощенная в реальность, это глаза маленького человечка, наполненная радостью. У Милены получилось. Новогоднее чудо принесло счастье. Фатима Даурова, Расул Бердия, Вести, Карачаево, Черкесия, Тиберда.